Единственный в Алматы социальный центр адаптации продолжает принимать бездомных, несмотря на карантин. Но почему-то многие постояльцы не задерживаются там надолго, предпочитая бродячий образ жизни. Зима тем временем обещает быть холодной, и мои коллеги решили выяснить, почему люди без определенного места жительства отказываются от теплого угла и казенной пищи. 37-летняя Жулдез Салтыбекова неделю назад потеряла все документы и оказалась на улице. Говорит, что родственников и близких, которые смогли приютить, не осталось. Вот и приходится скитаться возле вокзалов. Раньше я работала горничной, потом техничкой в кафе и гостиницах. Могла зарабатывать. Сейчас у меня нет ни документов, ни теплой одежды. Никто не хочет брать меня на работу. Слегка перекусив и согревшись горячим чаем, женщина приняла наше предложение отправиться в приют для бездомных. Это, конечно, не отель, но все, что необходимо для бездомных, там имеется. Доставить Жулдез в Центр адаптации нам помогли полицейские. Там ее взяли под опеку и пообещали восстановить документы. Правда, первые 10 дней придется побыть на карантине. В основном к нам в Центр получателей услуг поступают уже без документов, без определенного места жительства. То есть наша задача – это в первую очередь восстановление этих документов. В дальнейшем дальше уже трудоустройство. Есть у нас, которые поступают с инвалидностью, но не оформленные. То есть им оформляем инвалидность. Кстати, на днях в социальном центре проводили ПЦР-тестирование. И что удивительно, вопреки стереотипам, у всех постояльцев приюта были отрицательные результаты анализов. Видать, не зря говорят, что бродягам помогает Бог. Сами бомжи, по всей видимости, твердо в это верят, так как частенько сбегают из приюта, даже рискуя остаться на улице в лютый мороз. Заявления пишут, уходят, но возвращаются. Мы принимаем. Все равно принимаем, да. Куда мы денемся? Принимаем. Таких, как Жулдес, одиноких, без документов и прописки в социальном центре адаптации 185 человек. Здесь их обеспечивают четырехразовым питанием, проводят медицинское обследование и даже трудоустраивают. Но пагубная привычка безудержно влечет их на просторы большого города. А удерживать людей силой работники приюта не имеют права. Постояльцу достаточно от руки написать расписку об отказе от услуг центра. Но обратно, к сожалению, возвращаются не все. Чаще всего жизнь этих людей обрывается на улице. Айдана Нураж, Айян Рафина Рикбаева, Сағынғали Монайтпасов, Телеканал Алматы.